Сам первый смеялся, очень смешно было, с ума в осташка, когда мы просто... Это была именно экзотика из телевизора, где-то видели, что большие дядьки там толкаются, и прям вот не поверил, что люди откроют. Прежде чем девчонок затащить в этот вид спорта, я сам поездил по соревнованиям, проанализировал, что девчонки более как бы перспективно вкладываются в девчонок, потому что есть возможности пролезть прямо на самый верх, поэтому я решил попробовать с своих дочерей начать. Ну и подзагорелись, так все вроде как начали тренироваться, ну и результат пошел. Чтобы команда прошла дальше, выиграла, ей надо было победить вот эту девочку, которая светло подыгрывала всегда. И вот она, она сделала, да. Мне даже кубок отдали командный. Ну, Сумо нравится тем, что это очень динамичный вид спорта, то, что там нет права на ошибки. Если ты ошибся, то считай, ты проиграл. Мне очень запомнилось первенство мира в Тайване, когда она позвонила и просто сказала, пап, я первая. Да, вот у меня очень такие короткие фразы нравятся, да, я вот тоже девчонкам писал. Все, мне больше ничего не надо, первая, все, очень хорошо. Сейчас в целом у нас в Асташкове очень неплохая женская команда и по борьбе с Уму, и по вольной женской борьбе. Человек, наверное, 6-7 входит в сборную России по разным возрастам, по сумо, вот, по борьбе у нас в Уталенов сборной России, по вольной борьбе. В первую очередь это технические данные, конечно. Потом это желание победить, это воля к победе, потому что если ты выходишь, и какой бы ты технический небо, если тебе ничего не надо, ты никогда ничего не добьешься и никогда ничего не выиграешь. Вот, поэтому желание это, желание это, наверное, ну, не меньше, чем техника. А так, конечно, методичность, тренировки, все, стабильность, не пропускать тренировки, чтобы это было все одно целое. И потихоньку-потихоньку из песчинки складывается фундамент, с которого строится дом. Вот, и очень хочется залезть на помех на самом деле. Редактор субтитров А.Семкин